Вы знаете, нужно разделить налоги и неналоговые сборы. Налоги на граждан, они складываются из трех составляющих. Первая – это НДФЛ, налог на доходы физических лиц. Это налог на транспортные средства и налог на имущество. Вот три составляющие. Они остаются у нас наиболее низкими в мире вообще. Налог, начнем с налога на доходы физических лиц – 13%. Ну, конечно, вы знаете, когда мы в 2001 году вводили эту плоскую шкалу 13%, было очень много сомнений, и у меня тоже было много сомнений. Я боялся, как бы бюджет не потеряет доходы, потому что те, кто зарабатывает больше, должны будут платить меньше, будет ли обеспечена социальная справедливость и так далее. Я уже говорил несколько раз, но весь необходимость вижу еще раз сказать, каков был результат после введения плоской 13% шкалы на доходы физических лиц. Сборы налога на доходы физических лиц увеличились, внимание, в семь раз. И вот эти средства, которые поступают в казну, они потом распределяются для решения социальных задач. Вот в этом и есть социальная справедливость. Значит, можно ли перейти к дифференцированному налогу на доходы физических лиц? Можно, но может быть, это и будет когда-то сделано. Но сейчас, считаю, нецелесообразно, потому что как только мы начнем это делать, после первого шага будет второй, третий, пятый, мы там запутаемся в этой дифференциации, и в конце концов все это приведет к уклонению от уплаты налогов, и доходы в бюджет сократятся. Что касается социальной справедливости, то она может быть достигнута и другими средствами, не меняя эту плоскую шкалу. Как? Ну, такие решения уже приняты. Имеется в виду, допустим, увеличение налога на дорогие транспортные средства. Это уже сделано, можно тоже настраивать эту систему. Увеличение налога на дорогую недвижимость. Это тоже сделано, можно тоже здесь настраивать ее и так далее. Теперь вторая составляющая. Это неналоговые сборы. Знаю ли я, что происходит? Ну, конечно, знаю. Знаю ли я в деталях? Конечно, нет. Ну, разве можно? Ведь, понимаете, это не налоговая система. Это тарифы и сборы, которые устанавливаются либо на уровне муниципалитетов, которых тысячи, или на уровне субъектов федерации. Вот там все отследить очень сложно. Это проблема. Я сейчас скажу, как мы предлагаем ее решать. Потому что нагрузка действительно растет. А как предлагается ее решать, эту проблему? Ну, надо, во всяком случае, видеть, что происходит. В этой сфере. Для этого правительству поручено, и в следующем году, по-моему, к июню, должен быть создан так называемый реестр неналоговых платежей. С тем, чтобы нам точно и ясно понимать, что происходит в стране, в регионах, в муниципалитетах. С точки зрения этой нагрузки. А потом соответствующим образом регулировать. Но что касается регулирования с федерального уровня, то напомню, что мы заморозили рост тарифов.